Снежные кучи почти с человеческий рост размножились по городу Видное после длительных снегопадов. Городские службы, очищая улицы от снега, кажется, забыли его вывести. Снежную кучу как раз видно. У нас просто жители нашего дома там посадили цветы. И вот на эти цветы вот эта вот грязная снежная куча. Жалко свою работу. Также за домом у нас деревья высаженные. То же самое. Убирают снег по дороге. Пусть хотя бы оповещают старших по дому. Телефоны, контакты у всех есть. Мы бы вешали объявления, и любой автовладелец убрал бы свою машину для того, чтобы убрать качественную территорию. Директор муниципального предприятия, ответственного за уборку территории, говорит, что это временная мера. Снег сваливают на газоны, чтобы не занимать места, где могли бы припарковаться автомобили. В связи с тем, чтобы, скажем так, организовать технологический процесс более рационально, сначала снег сгуртовывается в определенной куче, и потом подлежит вывозу. Вывоз будет организован в ближайшее время, и, соответственно, практически все, что было сгуртовано, и мешающее в том числе парковке автотранспорта, будет вывезено на специальные места спланирования снега, которые определены и которым мы пользуемся. И если дороги и тротуары хотя бы чистят, то детские и спортивные площадки, например, как эта, остаются нетронутыми. А ведь это нарушение закона. Дети здесь хотели бы поиграть, но здесь невозможно. Как вот эти вот снегопады, так никто здесь даже лопату не держал. Никто на это службы не реагирует. Ответ – да, мы чистим, мы ходим, все проверяем, где много снега, а снег как лежал, так и лежит. Контролем за уборкой детских и спортивных площадок занимаются сотрудники госадом технадзора. Если местных жителей, управляющей компанией пока еще удается кормить обещаниями, то перед надзорным органом у них аргументов нет. И в этом случае, видимо, без вмешательства инспекторов не обойдется. По району дежурили Юлия Богосян, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.